Таня, давай мы поговорим с тобой в этом интервью про страх одиночества и про, опять-таки, возможно, да, создание каких-то связей только из позиции «я боюсь в старости, что мне никто воду не принесет, когда она мне будет нужна». Ну, должны мы прийти к тому пониманию, что, скорее всего, в старости реально никто не принесет воды, даже если вы родите детей, потому что они будут заняты своими делами, а смерть, она как бы неожиданно происходит. Вряд ли там кто-то будет на страже сидеть и ждать, пока вы сдохнете, чтобы принести этой воды, ну и там есть всякая доставка курьера, курьер Яндекса или Гоуджека принесет всегда водички. Вот, и еще одно понимание, что можно бы находиться с людьми и все равно быть одиноким. Если нет какой-то родственной души, если нет какой-то связи на уровне души, то неважно, сколько людей вокруг, может быть огромная семья, и все равно в душе будет эта тоска постоянно, когда некому там открыться, не с кем поговорить, вот этого нет чувства там соединения. Это просто, ну как, не бессвязанные вещи, а люди их связывают вместе, но они не связаны между собой. Страх одиночества, ну на мой взгляд, возможность одиночества, если говорить, и именно одиночество как грустная эмоция, или возможность уединения, ну как бы это немножко, да, разное. Если плохо одному, значит просто не нравишься сам себе, значит еще больше надо оставаться одному и проходить все эти тошнотворные процессы, когда ты один и не с кем поговорить, и там невозможно дома находиться, потому что не выносишь себя, там, постоянно хочется включить там телевизор или там YouTube и смотреть куда-то, реже бы как будто не быть одному. Вот это не ощущать состояние. Но в духовном смысле одиночества возможность побыть одному — это награда, потому что только в одиночестве можно открыть свое настоящее состояние, свое божественное начало. Оно как бы в толпе не приходит. Это внутренние какие-то конфликты, которые разрешаются, вот все внимание направлены внутрь, как бы, так сказать, стрела внимания в себя и раскрывают это духовное какое-то существо, духовное начало в человеке. И если у человека есть такая возможность, можно сказать, что у него очень крутая карма, потому что он имеет эту возможность, потому что очень многие люди не имеют возможности остаться одни. Они вынуждены все равно находиться в коллективе, вынуждены ехать на работу, вынуждены видеть людей в метро, в транспорте, где угодно, вынуждены там в коллективе рабочем находиться. И потом приходят домой, если там у них семья, если они уже семью создали, там уже эти все родственники сидят, жена, дети, муж, все что-то хотят. То есть это для людей роскошь. Мне кажется, для большинства людей роскошь находиться в уединении какое-то время. Просто это вау. Позволить себе такое. И если это возможно, то не надо бояться, это наоборот, надо радоваться, что такая есть, такой подарок. В этой системе, в этой матрице оказаться одному. Я думаю, что еще есть вероятность того, что очень сильно романтизирована вот эта вот семейность, вот это вот все. То есть мы там смотрим фильмы, Рождество, и там вот эта елка, дети бегают. Камин, собака, все обнимаются, какао пьют. Это манипуляция, ну это системная манипуляция, чтобы люди заскакивали в эту игру семья, хоть она им и не нужна на самом деле, чтобы избежать каких-то страшных вещей, но никто не рассказывает о том, как дети там выгоняют родителей, как оскорбляют там родители, как родители избивают детей, что на самом деле чаще всего происходит в семье, всякий трэш. И это никто не показывает. Не показывают, как там бабушки, внуки отжимают квартиру, а ее выгоняют куда-то. То есть людям показывают, что как будто вот это так должно быть. Вот он, типа вот этот сценарий, он прекрасный. Не ныряйте все в эту игру семья, и не надо вам думать о просветлении, не надо думать об освобождении. Вырабатывайте энергию постоянно. И пусть вами питаются все эти эгрегориальные силы, кто там есть, все системы. Вы будете работать на системы, будете там налоги платить, ваши дети будут платить налоги. Все нормально, типа не выпендривайтесь. То есть по сути, что мы можем здесь предложить людям? И пойти в одиночество, и если есть такая возможность, ну, во-первых, порадоваться, во-вторых, прям в одиночестве пойти в практику. И смотреть, почему мне страшно, почему мне невыносимо. Ну, смоделируй в голове, что ты умерла одна. На самом деле, это даже хорошо, умереть в одиночестве. Потому что, если дух, ну, если тело пролежало там несколько дней, его не трогали, душе легче, духу легче отделиться и вознестись. А если начинают трогать, перемещать и что-то с трупом делать, то там, ну, более долгий процесс получается. Одиночество — это когда разлад с самим собой, а не с другими. Вот это и есть одиночество. Ну, потому что в какой-то момент происходит просто отделение, какое-то раздождествление тела, души, духа. Вот эта вся, как бы, расстроенность происходит. Но когда возвращается дух, тело, вся система, приходит такое знание, что нет одиночества в принципе. Что постоянно какое-то происходит движение какое-то происходит. То есть там, не знаю, связь каких-то, вот люди там на улице, что такое. Мы разве вот, например, одни тут находимся, там вот уже через стекло куча людей ходит. Здесь всякие жуки, пауки, растения. Все со всем постоянно связано. Это суть жизни, что все связано со всем. Ты в сознании своем, Господин. Ты Господь, воплощение мира. Абсолют, что здесь царит, без причин. И ты вызов для создавших кумира. Мы сами создаем свою историю, свою игру, свою реальность. Ты можешь проникнуть за границу непознанного. Открыть в себе бесконечную милость Создателя. Пройти в пространство Духа и эфирные слои Души. Пробудить тело. Запустить энергию кундалини. Выйти из долгов и снять с себя печати. Выйти в полную открытость и свободу. Свободу Создателя. Каждый из нас – Бог в своем потенциале. Нам нужно только вспомнить об этом. Я приглашаю тебя присоединиться к путешествию в глубину. В живую или онлайн. В сердце острова Бали. И стать частью нового курса «Вечное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова